Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» на связи со студией. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Россияне зациклены на символизме. Не получив каких-либо знаковых побед к 9 мая, они хотят добиться хоть каких-то успехов к 100 дням войны. Сейчас большая часть усилий российской армии сосредоточена на Донбассе. В частности, город Лиман, где находится крупный железнодорожный узел, очень важен для врага. Россияне всеми силами пытаются захватить этот населенный пункт для реализации следующего этапа наступления на Востоке. Что известно, какая там сейчас ситуация? На сегодняшний день, если мы говорим непосредственно о населенном пункте Лиман, то присутствуют в нем уже российские оккупационные подразделения. Тем не менее, вооруженные силы Украины продолжают удерживать ряд районов населенного пункта. Он не 100% находится под контролем российских оккупантов. И продолжаются бои. Продолжаются бои. Ну, фактически, в данном случае нельзя говорить, что с успехом для российской стороны. Аналогично, точно так же можно охарактеризовать и все остальные бои, которые имеются на данном плацдарме, которые мы можем наблюдать. В том числе, я речь шла и про Лисичанск, про Северодонецк. Их успехи, они исключительно ситуативные, имеют наглядную инерциальную форму, которая, опять-таки, будет иметь исключительно какой-то моментный эффект и не более того. Сегодня пришли хорошие новости. Администрация президента США Байдена одобрила поставку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Это как раз то, что нам сейчас жизненно не хватает на фронте, чтобы уничтожать врага на дальних подступах к нашим позициям. По вашему мнению, когда нам стоит ожидать их на фронте? Ведь они нужны нам, как говорят, на вчера. Да, приблизительный срок их появления уже непосредственно в зоне боевых действий, я думаю, можно очерчивать где-то в пределах недели, двух недель. Почему? Потому что, если мы говорим о поставках данных видов вооружений, то не обязательно ожидать прямой поставки Соединенных Штатов, будь то военно-транспортной авиацией, либо морским путем, что занимает логистически, если мы говорим о морском пути, достаточно продолжительное время. А военно-транспортным путем оно не позволяет единовременно в большом количестве передавать подобного рода вооружениям. Следует понимать, что таких видов реактивных систем залпового огня в достаточном количестве имеется у стран Европейского Союза, которые являются членами НАТО. И у Соединенных Штатов есть определенного рода договоренности о передаче именно логистическими сухопутными путями данных видов вооружений Украины именно от партнеров. От партнеров Украины не только в международном формате, но и в формате взаимодействия Соединенных Штатов внутри Альянса НАТО. Поэтому и такие сроки, неделя-две недели. К тому же экипажи именно из состава вооруженных сил Украины уже достаточно хорошо обучены пользованию этими системами. Они нам знакомы. Поэтому сроки непосредственно на прохождение обучения на территорию Украины уже не будут настолько критичными, поскольку опять-таки уже эти системы знакомы нашим профессионалам. А вот министр обороны Украины сегодня заявил, что скоро на море будет жарче, чем на земле. Украина уже скоро должна получить противокорабельные ракеты «Гарпон». Расскажите, пожалуйста, что это за оружие и как оно сможет изменить ситуацию? Да, я надеюсь, что действительно господин министр обороны в полной мере свое заявление сдержит, свое обещание, что на море будет жарко. Поскольку это критически сейчас важно, чтобы деблокировать исключительно экономическую зону Украины от присутствия российских военных кораблей. Что такое противокорабельный ракетный комплекс «Гарпон»? Ну, о нем очень много говорят. На сегодняшний день это один из наиболее распространенных комплексов в своем классе, способный поражать цели на расстоянии до 280 километров. Ряд модификаций ракет даже могут превышать эту дальность. Он может наносить удары не только по надводным объектам, но, например, и по сухопутным. Ну, в частности, я имею в виду в данном случае нанесение ударов по объектам российских оккупантов, которые временно размещаются сейчас на временно оккупированном острове Змеиный. То есть фактически этот комплекс можно и против них использовать. Необходимость в нем острая, критическая, можно сказать. Поскольку на сегодняшний день из противокорабельных ракетных комплексов у нас на вооружении исключительно наше «Нептун», это достаточно ограниченное количество пусковых установок и боеприпасов к ним. То есть использование, возможно, их исключительно в каких-то уникальных либо критических, опять же, ситуациях. Уникальное – это, в частности, уничтожение ракетного крейсера «Москва». Критическое – это в случае, если Россия смелится на десантирование в Одессе либо Одесской области посредством больших десантных кораблей. Иное применение, оно крайне опасно для самого же комплекса, его фиксации российской стороной и попыткой уничтожить, как с помощью авиации, так и ракетного вооружения. Если же у нас будет достаточно большое количество противокорабельных ракетных комплексов, достаточное количество единиц, я имею в виду, и необходимое количество боеприпасов, в полной мере обеспечивающих наши потребности, то, по сути, мы можем уничтожать российские военные корабли, заходящие в зону поражения противокорабельного ракетного комплекса. Опять же, в условиях полномасштабной войны это абсолютно целесообразная и необходимая мера. А как могли бы Вы прокомментировать, Россия провела испытание гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», которую они хотят принять на вооружение уже в этом году. Чем для нас может быть опасна эта ракета? Фактически, скажем так, все то ракетное вооружение, которое Российская Федерация представляет как ультрасовременное, либо не имеющее аналога в мире, это, во-первых, в первую очередь оружие, которое имеет свое наследие от советской эпохи, а, во-вторых, оно сейчас достаточно уязвимо. Если мы говорим о ракетах «Циркон», то это ракеты современной стадии модификации старых советских ракет корабельного базирования. При этом эта модификация, эта модернизация, я бы даже сказал, она стала возможной в первую очередь за счет наличия у Российской Федерации доступа к западным технологиям, а в особенности элементарной электронной базы. Такие ракеты, как тот же самый «Циркон», как межкантинальная баллистическая ракета «Сармат», которой угрожают российские официальные лица, например, Великобритании и США и многие другие ракетные вооружения, они на сегодняшний день целиком и полностью из современных. Они зависят от западных поставок микросхем, американских, японских и так далее. И на сегодняшний день их производство, оно, по сути, заморожено, опять-таки, из-за санкций. Заморожено производство калибров, ракет для «Искандера», а также так называемых гиперзвуковых ракет «Кинжал». Аналогичная судьба и у «Сармата» с «Цирконом». Проводить испытания они еще имеют определенное количество испытательных образцов, а чтобы наладить серийное производство – нет. В остальном же она ничем не отличается, например, от тех же самых ракет, которые уже применялись по территории Украины, начиная от банально Х-555, Х-55, заканчивая Х-22. Если можно, давайте вернемся снова на восток. Враг продолжает наращивать силы вокруг севера Донецка, но продвинуться в самом городе они не могут. В Американском институте изучения войны считают, что оккупанты очень плохо воюют в застроенной местности. Какова, по вашему мнению, будет тактика оккупантов? Тактика может быть аналогична той, что была применена в Мариуполе. Это действительно так, что у российских войск серьезные проблемы с оккупацией населенных пунктов, в которых имеется плотная застройка, плотная жилая, особенно высотная застройка, и это достаточно большие населенные пункты, численностью населения 100, 200, 300 тысяч населения и более. Фактически, эти трудности возникают с тем, что у них очень низкая профессиональная подготовка и база знаний именно по ведению городского боя, тактике ведения городского боя. И в целом они не совсем даже и понимают, что им нужно делать, поскольку, опять-таки, основная часть методичек, основная часть базы знаний, которую использует на сегодняшний день российское командование, российские генералы, это еще советские эпохи. А в советское время с городами поступали достаточно просто, устраивая там попросту мясорубку, заводя туда войска. В современной войне это совсем другая ситуация, и мы могли видеть, что, например, даже в таких городах, как Чернигов, Сумы, Харьков, которые фактически находятся у границ Российской Федерации, им не удалось эти города взять под свой контроль даже не то, чтобы в первые дни полномасштабного вторжения, а даже две недели, три недели, месяц спустя после этого. То есть, фактически... Топы, которые прорывались вот в Харькове, они мгновенно выбрасывались назад за территорию города нашими ребятами. Да, вот это и есть, это нехватка знаний и профессиональных навыков по ведению тактики городского боя. Мариуполь в данном случае стоит особняком, почему? Потому что, во-первых, по некоторым направлениям против защитников Мариуполя было сосредоточено просто колоссальное количество сил и средств противника. В соотношении иногда доходило до 1 к 10, 1 к 12. А второй момент, все прекрасно видят, во что превратился Мариуполь. Его попросту стерли с лица земли. По-другому не смогли российские оккупанты взять контроль над городом, настолько большим. То есть, фактически, я предвижу, что в северной Донецке может быть использована примерно такая же самая тактика. Единственное, что я не исключаю, что им попросту на это не хватит имеющихся в настоящее время сил и средств. Ну, как я понимаю, просто окружить город и пойти дальше они тоже не могут, оставив определенную группировку у себя в тылу. Конечно. На сегодняшний день мы даже видим ситуацию, когда вот эта вот большая битва за Донбасс, которую они анонсировали два месяца назад, во что она выливается? Она выливается исключительно в то, что, пожалуй, самым громким достижением этой большой битвы за Донбасс на сегодняшний день является взятие Попасной. Они это преподносили достаточно пафосно так и с каким-то преддыханием, как будто бы это серьезное достижение. Попасная действительно таки стерта с лица земли. К тому же это небольшой населенный пункт. Не настолько большой, чтобы можно было как-то этим гордиться. А с Северодонецком, вообще, в принципе, агломерации Северодонецк-Лисичанск, в принципе, ситуация получается аналогичная та, которая была в Мариуполе. Достаточно для них проблематично. Окружить не могут, взять наскоку не могут. И, по сути, силы и средства, которые сейчас там сосредоточены, это совсем не тот уже ресурс, который был, например, в районе Мариуполя в самом начале вторжения. Но не увязли. Судя по всему, как я понимаю, они просто увязли там, да, вот, их наступление. Совершенно верно. Совершенно верно. Им не хватает на сегодняшний день ресурсов. И, как я и сказал в самом начале, все эти действия, которые осуществляются на Донбасском плацдарме, они инерции. Они осуществляются по инерции, они инерционные. А любое инерциальное действие, которое под собой не содержит, например, такого плана, как удержание территории, да, и возможности даже удержания контролируемой временной территории, она так или иначе переходит в том, что им приходится со временем идти в обратную сторону. То есть, ну, фактически отступать под давлением контрнаступления. То есть, на мой взгляд, там все достаточно для них печально. Ну, ждем, когда подъедут все-таки в Украину РСЗО. Начнем наступление и будем освобождать нашу украинскую землю. Спасибо вам большое за комментарии. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, был на связи со студией.